Мой предыдущий новостной выпуск вышел как раз во время завершения квалификации на International в Европе и Китае. Если в Поднебесной победу Elephant с кучей именитых игроков в составе еще можно было предугадать, тем более там из конкурентов-то были по сути одни и home, то вот проход OG на им, несмотря на наличие еще более громких имен, лично для меня стал сюрпризом. Особенно меня это удивило на фоне их отлета от Тундры 2-0 в финале Венеров. Позже Нотейл и компания таки смогли собраться. Сначала они выбили Нигму, а потом буквально вырвали победу из лап все той же Тундры, лидировавшей 2-1 по картам в гранд-финале. После этого матча Осеп написал интересный твит. Француз заявил, что этот сезон и эти квалы стали самой тяжелой битвой в его карьере, а также что Тундра заставили OG кардинально поменять свой подход к кре в доту. Паренек из твиттера секретов в очередной раз зарофлил и при этом засыпал соли на рану проигравшим. В своем твите он поблагодарил Тундру за то, что они вытащили OG из помойки и приложил соответствующую гифку. И если ты вдруг пропустил грандиозный скандал по поводу OG и помойки, то ролик вот тут. В общем да, теперь официально известны все участники интернешнала, они на твоем экране. Кто здесь заслушанно, а кто попал на халяву из-за недоработанной системы валовских лиг, это уже вопрос риторический. Все равно список окончательный и изменению не подлежит. К слову, из-за вылет Анигмы, Куроки впервые в своей карьере пропустит интернешнл. Более того, единственным игроком, который выступит на всех 10 интах, станет Пупей. Вот это я понимаю имба. Пупей красавчик, он уже точно увековечил свое имя в истории доты. И в продолжение, давай-ка я расскажу еще парочку имбовых новостей. Теперь ты можешь заказать вот такой специальный стартер пак, сразу из 5 разных вкусов имбы. Лично мне из этой пятерки больше всего нравится арбуз дыня. Сбалансирован отлично. Сладковатый, но в то же время есть какая-то небольшая кислинка. И это странно, но вкусно. Хотя знаешь, я всегда говорил, что лучше самому попробовать и определиться. Поэтому-то я и рекомендую сначала взять стартер пак, а уже потом заказывать целую упаковку понравившихся вкусов. А я уже рассказывал про новый вкус баблгам от товарища Квадрата. Вкус-то из лимитированной серии, потом его может уже и не быть. И еще, помимо доставки в Украину, имбу теперь можно купить в магазинах Мосигра. Так что если ты из Москвы и не хочешь дать доставку, то заходи в Мосигру на Таганке или Курской и затаривайся хоть сейчас. И не забывай про промокод MORPH. Он даст 12% скидки на любую покупку. Хотя слушай, прямо сейчас ты можешь выбрать комбо из 4 вкусов и на них будет целых 18% скидки. В общем, прыгай по ссылочке в описании и заряжайся имбовой энергией с офигенной скидкой. Вилат и Мейнкаст уже которую неделю не вылезают из эпицентра скандалов. На этот раз в продолжение получили сразу две громких истории с их участием. Вначале Версута дичайше пригорел от поста факера, который я показывал в прошлом ролике. Не, сначала Рен вполне себе адекватно пояснил, что из Мейнкаста его не увольняли. Он ушел сам. Я славливаюсь с начальством, мы общаемся, я получаю информацию, которую вообще не ожидал услышать. Я сижу такой, думаю, нет, все, я в Мейнкасте работать не хочу. У меня срака просто сгорает и ливаю со всех конференций. Однако реакция на его уход со стороны других талантов показалась Версуте неадекватной. Ребята заняли позицию, типа, ну он ни с кем не попрощался и как бы по-свински ливнул. И ладно бы на этом вот все закончилось, но дальше Рен начинает просто реально жестить. В личные мрази ливнул бы какой-нибудь Вилат. Понимаете, кто-то, кто для них хоть немного важен и даже ничего б не написал. Да они бы, блядь, сраку бы ему вылезали. Там просто бы вот... Вилат, что случилось? Виталий, почему ты ливнул? Я, походу, нашел новый звук для своих переходов. Тем временем Версута и не планировал останавливаться. Так и скажите, что вам было по-хуй, блядь. Нахуй вот эти ебоны. Да он ливнул, блядь, ничего не сказал и ливнул. Просто конченые двуличные жаполизы. Проработал с черебосами три года, ливнул из конфы всем по-хуй. Да пошли вы нахуй, блядь, ебаные двуличные черти, блядь. Рот я их ебал, блядь. Звениный улей нахуй. Да уж, неплохой отзыв о компании, где ты проработал три года. Факер же в ответ на этот видос написал, что Версута просто тронулся умом. По его словам, да, ему действительно было пофиг на Арена. Они-то и не работали вместе. Однако вот так срываться из-за прошлого поста было явно лишним. Факер просто узнал у начальства, что Версута уже не в мейнкасте, и поэтому в личку писать смысла не видел. Не, я понимаю, что Версута тут явно перегнул на эмоциях, но так ушли беспочвенные его слова. Ну а ты пиши в комментах, что думаешь по этой ситуации. А тем временем я расскажу о неожиданном обострении в истории с освещением анимейджера. Причем началось все вообще с другой темы. На квалах к Интернешнлу Мейнкаст решил протестировать шоу Колесо Фортуны со, скажем так, довольно сомнительными моментами. Некоторые из них ты видишь прямо сейчас на своем экране. И части аудитории это шоу крайне не понравилось. В ответ Вилат решил извиниться в Твиттере и за это шоу, и за свое участие в нем. Даже написал, что ему стыдно. Только вот некоторые фанаты, как в общем-то и я в своем ролике, начали вспоминать ему обещание спортивной трансляции со времен анимейджера. Вот тут-то Виталий и не выдержал. Сначала он написал, что извиняется конкретно за контент, однако заворачивать таланта в штору и устраивать маскарад они все равно не будут. Блин, обидно на самом деле, но ведь дел их совсем не в шторах. Алсер же сам офигенно косплеил персонажей из Наруто, его и заставлять-то не надо было. Хотя, неважно, дальше Вилат все равно начал еще больше отжигать и заявил, что им вообще-то было пофиг на анимейджер. Мол, таких у них было с десяток, а вот квалы на Интернешнл это то, ради чего вообще создаются студии. Да и вообще, права на мейджер они получили за 5 дней до турнира. За это время ничего подготовить нереально. Кроме того, организаторы из виплей сами препятствовали мейнкасту делать контент. Вот у них ничего и не вышло. От таких заявлений бомбануло уже у виплея. Их генеральный продюсер заверил, что у мейнкаста был доступ в закрытый отель, а также и несколько организованных интервью и примеры костюмов и декораций. Вилат в ответ лишь написал, что им дали доступ к двум игрокам, и после такого им больше говорить не о чем. И знаешь, что интересно? Люди в комментах начали сразу же обвинять Вилата во лжи. Мол, роликов-то с анимейджера было целых 5 штук, причем с разными игроками. Но Вилат в своей телеге пояснил, что им дали двух игроков, а со всеми остальными они договорились в личном порядке. Да и вообще, на любых других турнирах, если ты покупаешь права, тебе буквально приводят кого угодно для съемок контента, хоть Миракла, хоть Сумаила. Виплей же просьбы мейнкаста просто игнорировали. И здесь я, конечно, понимаю обе стороны. Мейнкаст покупает права наверняка за неплохие деньги, а в ответ им не дают игроков на интервью. Но ведь в период короны запускать целую съемочную группу в закрытые отели и еще и обеспечивать им контакт с различными игроками, это ведь реально опасно. На том же сингапурском мейджоре вообще не было доступа никому. Тому же мейнкасту даже интервью после матча вы ей делать не давали. Короче говоря, вывод из этой всей ситуации такой. Я думаю, если виплеи и будут в дальнейшем работать с мейнкастом, то только от полной безвыходности. В одном из прошлых своих роликов я уже рассказывал, как Valve лутают громадные деньги с нового компендиума, просто переименовав его в боевой пропуск. Так вот сейчас количество людей, достигших уровней с определенными наградами, типа Арканы на Спектру или Темного Инвокера, уже удвоилось. Но и этого Габену оказалось мало. В дополнение к пропуску вышла еще одна сокровищница. Стоит она 180 рублей и включает целых 16 новых сетов. Причем обмениваться можно только самым редким набором на Морфа. Остальные открывай сам за собственные денежки. И да, на мой вкус этот Морф выглядит просто ужасно. В общем, очередная удачная идея с заработком на сундуках. Хотя, знаешь, я вынужден признать, что кое-что интересное Габен все еще делать умеет. На днях Valve объявили о запуске нового девайса под названием Steam Deck. Вообще, если ты помнишь мои ролики о Valve, то эта новость не так уж и удивительна. Ведь огромная часть компании Габена уже долгие годы концентрируется конкретно на разработке аппаратного обеспечения, а не игр. На первый взгляд, Steam Deck выглядит как обычная консолька, но Valve обещают гораздо больше. По словам разработчиков, это по сути будет мини-игровой компьютер, который помещается в руках. Никаких тебе отдельных игр или приложений под него писать не требуется, а вся твоя библиотека Steam запустится на нем прямо из коробки. Deck можно будет подключать к монитору, с ним можно будет использовать мышку и клавиатуру. Можно будет даже заказать отдельную док-станцию, у которой будет куча разных портов, прямо как у реального компа. На деке предустановлено SteamOS 3 на базе Linux, но для поддержки виндовских игр используется специальная оболочка. Правда и здесь Valve не подкачали. Если тебе не нравится Linux, на Steam Deck можно будет поставить свою операционку и вообще любые приложения. Короче, этот девайс обещает полную свободу действий, как на обычном компьютере. Получается, вместо разработки мобильных версий своих игр, Valve решили разработать мобильный компьютер. Genius, Genius! И да, Dota очевидно будет запускаться на Steam Deck. Но хватит ли у него мощности и не будет ли лагов? Да и вообще, а успеешь ли ты сыграть хотя бы партию, пока девайс не разрядится? Что ж, Valve заверяют, что вместе с AMD они разработали особый процессор и видеокарту специально для Steam Deck. Видюха по итогу на 1.6 Терафлопс. В принципе, не дурно. В комплекте идет 16 гигов оперативы и от 64 до 512 гигов жесткого диска. Только вот экран здесь с разрешением 720p. Не то, чтобы прям плохо, но могло быть и лучше. И знаешь, тут вроде и куча разных контроллеров, и блютуз с вайфаем, и от 2 до 8 часов работы без подзарядки. Вес 700 грамм так вообще радует. Но сможешь ли ты играть в доту на деке на том же уровне, что и на компе? Я думаю, это очень маловероятно. Банальный экранчик слишком маленький, да и стикеры не смогут тягаться с управлением с мышки и клавиатуры. Что же касается цены данного устройства, то она более чем приемлема. Самая базовая версия с 60 гигами памяти обойдется в 35 тысяч рублей. А версия на 256 гигов более быстрой памяти SSD будет стоить 50 тысяч рублей. Но ты не спеши сильно радоваться. Во-первых, предзаказ на территории стран СНГ будет недоступен аж до следующего года. Во-вторых, весь предзаказ на базовую версию уже выкупили на 4 месяца вперед. Короче говоря, понадобится еще годик-другой, пока наши дотеры смогут катать ММ прямо по дороге на работу или на мейджор. Довольно предсказуемо состав Na'Vi уже претерпел изменения. Sonneika покинул организацию, проведя за нее всего 3 официальных матча. Не, в принципе-то оно и понятно. Этот состав ведь собирался конкретно с целью прохода на Интернешнл. Естественно, после провала на квалификациях, некоторые участники решили пойти своей дорогой. Только вот тренер Na'Vi уверяет, что Sonneika по большей части ушел из-за желания капитанить. По сути, Акбар пришел в команду первоначально именно играть квалы на Инт и пройти на Инт. Миссию мы не выполнили, но это не связано прям так жестко напрямую с его уходом. Тут больше связано с того, что разные взгляды, разные планы. То есть Акбар, он любит свои составы собирать, быть во главе, да, и ему, возможно, интересно как бы с молодыми игроками. Ну, не знаю. А вы изначально, когда этот состав собирали, о чем думали? Неужели вы не подозревали, что Sonneika не сможет ужиться с другими лидерами? На квалах вышло как вышло. На тренировках у нас был 70% винрейт, мы просто хорошо играли. Очень большое было давление на психологическом уровне. Мы не смогли показать тот уровень подготовки, который был непосредственно на КВшках. Дошло дело до первых официалок, и просто как-то команда в ответственных играх поплыла. Бывает такое. Случилось, как бы что случилось. Ага, очень удобная позиция. Никто и не виноват. Ну, просто поплыли. Да с кем не бывает. А выводы-то вы хоть какие-то сделали? Или Na'Vi теперь всегда будут играть на авось и надеяться, что не поплывут? Мы не ищем кого-то одного, как козла отпущения. То есть мы сыграли плохо как команда, мы не следовали общему плану. В этом больше как общая какая-то, да, вина. О, вот это вот вообще эпик. Оказывается, виновата команда, а не кто-то один. А чего же вы три месяца назад генерала выставили виноватым во всех проблемах и кикнули? Тоже все такие знатоки, знаешь, что Na'Vi нужно делать со стороны, кого менять. Никто во внутренней кухне не разбирается, все судят со стороны. Только вот есть одна проблемка. От вас при всем знании кухни результатов нет уже с декабря. Плюс многие без знания кухни вам говорили, что кик генерала это ошибка. Причем я тогда вообще-то был на стороне Na'Vi. Я реально верил, что игрокам виднее. Только вот время показалось, что нифига не виднее. Причем вы тот кик даже и ошибкой-то не признали. В догонку, давай-ка послушаем, что Макс сказал конкретно по всем игрокам. По поводу Вавана я просто скажу больше. С ним как бы все хотят играть. По поводу Витюна, скажите так, ему не дали тоже раскрыться. У него пул ёбнутый. Он на гиро сыграл пять игр подряд. Угу. А не тренер ли случайно отвечает за пики и подготовку к соперникам? Или кто помешал раскрыть весь пул Витюна? Какую функцию выполняю? Судя по комментариям на CyberSport.ru, я выполняю функцию водоноса. Второе. Сижу на ЗП, причем просто гениально. У всех, да? Золотарёва, игроков. Составы меняются, а я чисто гений. Гений гипноза, понимаете? Ничего не делаю, а ЗП-то капает. Не, ну вы поняли, да? Мак ещё и рофлит и подкольчики отпускает. У фанатов задницы полыхают, а он им ещё и бензинов сверху подливает. Не, дальше-то он, конечно, сказал пару слов о своей работе. Но прозвучало это, если честно, как-то слабовато. На деле я занимаюсь важными аспектами в команде. Где-то я делал больше, где-то меньше. Кстати, Рамзеса, как и Мага, люди, оказывается, тоже зря обвиняют. По-дурумыча тоже я не понимаю, как бы, этого хейта. Ну, то есть человек, по сути, за два месяца перед Энтом, то когда пересел на тройку. До этого, как бы, он сезон сейчас играл на кэри. Да, у него были плохие игры, но, как бы, дайте человеку больше времени, он, как бы, форму наберёт. Год бы играл, то он бы на тройке имел бы, вообще, субтый пул. Не, ну это вообще классика, я считаю. Дайте парню один год, и вот тогда уж он точно заиграет. Интересно, а готовы ли Na'Vi и их фанаты терпеть целый год без результатов? Кстати, ты в курсе, что Роджер, оказывается, тоже не виноват? На Роджера взялись из этой ситуации. Хотя решение это принималось просто как в большинстве игроков, а не так, что один против, один не против. В общем, лично моё мнение, лучше бы Мак просто молчал. Так, закапывать себя и свою организацию, это ещё надо уметь. Что же касается нового состава Na'Vi, нам пообещали представить его в ближайшее время. Мы сейчас переходим в инактив, поэтому мы сейчас смотрим на те варианты, которые, в принципе, есть, и каким образом, да, в каком формате нам двигаться дальше оптимальнее. Более крупному турику, я думаю, то, что, как бы, составом вопрос будет полностью решён. Более крупному, чем там D2L, где 50 тысяч призовой. То есть, просто нужен какой-то более интересный турнир. Знаешь, забавно слышать, что Na'Vi нужен турнир покрупнее, когда игроки вроде Рамзеса за последний год не выигрывали буквально ничего. Вообще, думаю, их новый состав продержится максимум ДНТА. Потом пойдут большие решафлы, и кто-нибудь, да уж точно, захочет уйти в команду по перспективнее. Ну, а вместо факта дня, сегодня Айсберг покажет десяточку правильных отжиманий по гайду Папича. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...